Вопрос, а кто знает бренд Джонсонс Бэйби в зале? Ну, это приятно. Это соответствует нашим знаниям, что бренд ДВР на 100%. А давайте еще вопрос. У кого есть дети? И тема бытнобалершия. У кого есть проблема укладывать детей спать? У тебя тоже есть проблема укладывать детей спать? Племянников. А, племянников. Ну, в общем, на самом деле проблема – это душесчипательная. Илья, а можно кликер передать коллегам? Спасибо большое. Буду кликать. Проблема была у нас большая и очень интересная, потому что, кроме того, что нам надо было рассказать о нашем продукте, об уникальном продукте перед сном, который есть только у Джонсонс Бэйби, нам надо было еще рассказать о новой Big Idea бренда. Он появился только в этом году. И Big Idea очень сложная, которая называется на английском «соу мачмо», а на русском всегда «больше». О чем она говорит? О том, что купание, увлажнение, даже смена подгузника – это не просто ритуалы. Это, на самом деле, намного больше. Потому что в первые три года жизни ребенка формируется 85% головного мозга. И то, как вы взаимодействуете с ребенком в первые три года жизни, отразится на его будущем. Было проведено огромное исследование не компанией Джонсон & Джонсон, а, в принципе, в Америке, которое длилось 50 лет, которое показало, что дети, которых больше обнимали, больше целовали, больше взаимодействовали с ними, ставили различную музыку, устанавливали зрительный контакт, стали более успешными людьми, когда выросли, чем те дети, которым этого не делали. И про эту сложную, действительно, идею нам нужно было рассказать. Рассказать о ней в телеке невозможно. 30 секунд, а в лучшем случае 30 с небольшим, ну о чем? Это только о продукте. А мама… 30 секунд в телеке – это вообще была бы бомбой. Мы рассказывали 30 секунд в телеке. Не в кризис, не в кризис, коллеги. Но это было бы очень сложно. Поэтому нам нужно было рассказать об этом в диджитале, конечно же. И вот наши цели. Нам нужно продвинуть продуктовую линейку, нам нужно рассказать о новой идее. И еще мы очень хотим научить мамочек укладывать малышей спать. Потому что это действительно большая проблема. 65% мам в России испытывают серьезные проблемы с укладыванием ребенка спать. В этом зале даже проблемы испытывают люди. И это отражается не только на развитии ребенка. Это отражается также и на родителях, которые испытывают огромный стресс, которые не высыпаются, ужасно устают и становятся менее эффективными в своей обычной жизни. И мы подумали, а что же? Мы знаем, как это сделать. У нас есть продукт, у нас есть методика, у нас есть прекрасный врач, который нас поддерживал, сомнолог. И самое главное, у нас есть идея, что это всегда больше. И поэтому мы решили создать такой интересный спецпроект, как мы надеемся, на популярном мамском сайте BabyBlog, где мамы могли бы поговорить, но поговорить не с нами, не с брендом, а поговорить друг с другом. Потому что для мам, которые проводят в интернете огромное количество времени, мы все знаем, что они light TV-viewеры, они в основном диджитализированы, они сидят с ноутбуков, они с планшетов, с смартфонов. Что нового может рассказать им бренд? Таких брендов огромное количество, и все говорят, покупайте нас, потому что мы самые лучшие. А мы хотели дать маму возможность с помощью нас поговорить друг с другом. И вот мы создали проект, который мы назвали «Здесь говорят только мамы». Основная идея, что в этом проекте мамы поговорят друг с другом, и с профессиональным сомнологом, который расскажет им, как правильно укладывать ребенка спать, какой необходим режим и какой продукт для этого можно и нужно использовать. Наш эксперт, замечательная Ольга Добровольская, она и педагог, и сертифицированный специалист, и выпускник Family Sleep Institute, с удовольствием присоединилась к нам и помогла нам осуществить этот проект. Сейчас, наверное, все, кто поднимал руки, наш проект ищет в интернете, чтобы бороться с проблемой сна. Мы создали ряд видео, три видео, которые я покажу чуть позже. В первом видео мы пригласили мам блогеров, мы нашли их на вебеблоге, мы провели опрос, у кого есть проблемы с засыпанием. Откликнулось пять тысяч мам. Тысяч мам оставили нам свои контакты. Все очень хотели поучаствовать. Мы встретились с огромным количеством мам, и отобрали мам, у которых есть действительно очень сложные проблемы с засыпанием. У кого-то, кому-то приходится ребенка качать по три часа, у кого-то ребенок просыпается каждый час ночью, кому-то приходится уже почти годовалого ребенка кормить через каждые два часа. Проблем безумное количество. Мы собрали их вместе, мы их выслушали, точнее выслушали не только мы, но и наш эксперт, и предложила им методику вместе с нашим продуктом, которая поможет им укладывать ребенка спать. Мы дали им эту методику на две недели. Они пошли пробовать. Через две недели мы пришли к мамам домой вместе с нашим сомнологом и посмотрели, что они делают правильно, что они делают неправильно. Прокомментировали, помогли, и оставили их еще на две недели. И спустя месяц мы встретились с мамами для того, чтобы понять, ну, как вообще, работает или не работает. Можно это использовать? Поможет это ребенку засыпать или не поможет? Вот, значит, это был первый этап опрос, который длился три недели. Мы получили контакты пяти тысяч мам-блогеров, которых мы сейчас используем для так полюбившегося Николая Сиарема, и тысячи проектных тестов. Но тысячи проектных тестов — это не просто какая-то информация, которую мы получили. На базе этих тестов мы сгенерили клеймы, которые мы используем на POSM, где мы говорим, что тысячи мам, они не могут ошибаться. Первый ролик. Здравствуйте, мамы! Сегодня мы поговорим о детском сфере. Расскажите, как вы укладываете ребенка спать? Либо на ручках качают соски чаще всего, либо в коляске. Очень долго, то есть час-полтора часа. Иногда она просыпается два раза за ночь, а иногда она просыпается десять раз за ночь. Либо кушает засыпает, либо не засыпает. Как мама себя чувствует после того, как ребенок заснул? Вообще, какие эмоции? Блаженство. Вроде как вот раньше, когда родители уезжали на дачу. Есть какие-то сложности со сном? Что-то надо улучшать? Нужно, чтобы спал всю ночь ребенок. Тяжело ночью вставать и ходить со слинком. Проблема это, что долго засыпал. Хотелось бы, конечно, чтобы, наверное, он засыпал просто в кроватке, но, наверное, это совсем нереально. Можно так, погладил по попке, поцеловал и спокойной ночью сказал и пошел. Можно. Чтобы малыш спокойно спал, необходимо сформировать постоянный порядок действий перед сном. Эксперты Johnson's Baby первыми разработали систему здорового сна. В основе этой системы лежит принцип мультисенсорного воздействия. Если придерживаться простых инструкций, положительный эффект можно заметить уже через две недели. Берите ваши подарки, а через две недели мы посмотрим, как у вас получается использовать нашу продукцию и готовить малышей как сны. Через две недели посмотрим, что же получится у наших мам. В общем, обычные мамы и никакие не селебрити. Всегда больше. Обычные мамы с BabyBlog. Мы запустили проект на BabyBlog, опубликовали наше замечательное первое видео и запустили конкурс. А как вы укладываете малышей спать? И что мы получили? Мы получили 500 конкурсных работ о том, как маму укладывать малышей спать. 75 тысяч уникальных контактов и более 5 тысяч органических просмотров видео без какой-либо медийки. Тема действительно была очень популярная. Кто как укладывал, кто включал фен, кто стиральную машину, кто пылесос, кто укладывал с помощью папы. Безумное количество вариантов, на самом деле, как уложить ребенка спать. Мы теперь знаем почти все. Но проблема оставалась проблемой. Это было очень сложно. И поэтому мы показали им второе видео. Здравствуйте! Две недели назад 5 мам начали свое знакомство с новой методикой подготовки ребенка ко сну. Сегодня мы увидим ее в действии. Эффективность системы подтверждена клинически, но не забывайте о важном условии. Все три шага должны повторяться в одной и той же последовательности на протяжении двух недель. Купание. Теплая вода расслабит малыша и нормализует кровообращение. Аромат пены Джонселс Бэби с апатитованной формулой Natural Count настроит малыша на крепкий сон. Массаж позволит малышу почувствовать себя в безопасности и снимет излишний тонус. Также доказано, что тактильный контакт малыша и мамы положительно влияет на развитие нервной системы крохи. И вот малыш готов уснуть. Уложите малыша в кроватку и расскажите ему сказку. Очень важно, чтобы он слышал именно ваш голос. Это развивает у малыша память и область мозга, отвечающую за речь. Или спойте ему песенку. Мы просим прощения за такие убаючивающие звуки. Это часть на видео. Под нежную мамину колыбельную. Малыш за сном. Теперь и мама может отдохнуть. Через две недели мы снова встретимся с нашими героинями и послушаем, что они нам расскажут. Стал ли малыш засыпать лучше? Все ли получилось? Сегодня мы с вами увидели, как методика задействует четыре основных органа чувств. Такое мультисенсорное воздействие помогает сформировать устойчивую связь между нашими действиями и приятными ощущениями. Визуальными, звуковыми, тактильными и обонятельными. У малыша формируется ассоциативный ряд. Так он понимает, что пора спать. Вот мы узнали, как маму укладывают спать. Мы показали, как же правильно уложить ребенка спать. Что для того, чтобы уложить ребенка спать, на самом деле необходимо создать ритуал. Ритуал, который будет повторяться изо дня в день в одно и то же время, с одним и тем же запахом, при одной и той же температуре. И это помогает создавать нейронные связи в головном мозге ребенка, которые формируют его четкую ассоциацию. Искупали, запах, музыка, ритуал, пора спать. К тому же без вариантов. Абсолютно, да. К этому времени. Что мы получили на этом этапе? Срок проведения этапа был три недели. Мы получили больше трехсот писем в онлайн-консультации, которые проводил наш сомнолог. Сто тысяч уникальных контактов и более двадцати одной тысячи органических просмотров видео. Опять же, без какой-либо медийной поддержки. И вот последнее видео. Здравствуйте! Сегодня заключительный этап нашего эксперимента. Наши мамы, наконец, поделятся своими впечатлениями от методики укладывания Джонсонс Бэйви. Ну что, мамы, стали детки засыпать лучше и спать крепче? Через 15 минут он уже спит, причем спит сам засыпая. Она засыпает практически сама. По времени заметит теперь минут 15-20. А я поняла вообще, насколько важен ритуал, насколько важен для ребенка вот этот режим и повторение определенных действий в определенное время. Просыпаемся ночью. Сон стал более крепким. Благодаря тому, что я себя пересилила и заставила делать этот ритуал. Какие продукты Джонсонс Бэйви вам понравились больше всего и почему? Конечно, пена. Замечательный запах. Такой у нее успокаивающий. Мне кажется, успокаивает не только Матвей, но и маму тоже. С удовольствием делаем массаж с маслом Джонсонс Бэйви. Полина реагирует очень хорошо. Она стала менее раздражительной, менее капризной. Кожа после молочка у нас очень нежная, что самой хочется пользоваться. Поэтому мы вместе с Кирой на двоих его используем. Мне больше понравилось наличие на линейке продукции, единый запах, который есть у продукции. И того, что можно сочетать разные продукты для одного ритуала, так как большого, да, ритуала укладывания перед сном. Я очень рада, что вместе мы узнали столько нового. И что у вас получилось наладить детский сон. Но по статистике почти 70% мам испытывают те же проблемы. Дорогие зрительницы, попробуйте и вы методику Джонсонс Бэйби и поделитесь с нами вашими отзывами. И помните, что купание и массаж – это всегда больше, чем просто гигиена и уход. Это еще и время для роста и развития вашего малыша. И вот тут мы попросили их пойти и купить наш продукт. Пойти купить и попробовать, то есть продрайвить продажи. Плюс мы попросили купить их не один продукт, а как минимум два продукта. Потому что для правильного ритуала нам необходимо купать в пене Джонсонс Бэйби перед сном. Нам необходимо увлажнять кожу ребенка, делать массаж. С маслом, либо с молочком Джонсон Бэйби перед сном. И таким образом вы драйвите покупку, вы драйвите количество продукта за одну покупку. Ну и, конечно же, мы получили контакты мам, с которыми мы общаемся и сейчас. Мы начали CRM, мы постоянно находимся с ними в контакте. Понимаем, что им понравилось, что не понравилось. И можем отвечать на их вопросы. Последний этап длился две недели. Мы получили 500 отзывов о продукции, которые, опять же, часть была использована для генерации клеймов, часть была использована для того, чтобы внести изменения определенные в продукт. Мы получили 30 тысяч уников и более 2000 просмотров видео. В итоге мы имели четыре этапа. Тизинг, запуск проекта, пробуем вместе и отзывы. И в течение всего этого проекта мы получили 200 тысяч контактов мам, которые были вовлечены в эту коммуникацию, с которыми мы, опять же, работаем сейчас. 50 тысяч просмотров видео. И более 1 миллиона просмотров страниц проекта. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok